Ладно, есть у меня чем поделиться с вами. Давно мы ничего не записывали, хочу привет передать тем, кто нас будет смотреть по видео. У нас все хорошо, мы продолжаем, просто было время, чтобы заниматься конкретными делами, поэтому немножко отошло на второй план. Да-да-да, наше собрание записи, мы проводили собрание все так же. Поэтому у нас все хорошо, и я благодарен тем людям, которые за нами следят, которые смотрят, которые участвуют своими даже пожертвованиями. Есть такие люди, я благодарен им, я хочу благодарить Бога за них, передаю вам привет. На самом деле это очень важно, очень приятно ощущать на деле, когда кто-то делает вот эти шаги, потому что мы здесь, мы там, и может быть не так легко участвовать в этом, но может нам верить, что мы продолжаем, и все, что мы запланировали, то, что мы вам говорили, то, что мы делаем, мы сделаем. Я верю, что на это есть воля Божья. Если бы я не верил, я не делал бы это. Вот. Теперь перейдем к тому, о чем я хочу поговорить, потому что на самом деле я ощутил что-то, что Бог проговорил. я бы не сказал, что Бог мне до этого, ну, долго не говорил, но то, как Бог проговорил сейчас, это что-то, ну, для меня я почувствовал что-то особенное, поэтому я хочу этим поделиться. Я понимаю, как сейчас люди живут. Вот с вами тут пожив, поговорить с кем-то, все время напрашивается такой вопрос, как бы вот где-то он внутри, в глубине, что всем хочется понимать, ну, что будет дальше, то есть в том плане, что, а что вообще дальше, а есть ли в этом какой-то смысл. Сейчас дальше объясню, я просто знаю, что человек так устроен, что человек на самом деле может очень много преодолеть, может очень много терпеть, очень много, что как бы делать, преодолевать, если он видит в этом смысл, если он видит в этом какую-то цель, если у него есть надежда на то, что что-то изменится, что-то получится, да, и да, это все, ну, это касается различных областей, да, кто-то хочет жениться и верит, что он женится и влюблен, и стремится к этому, и одевается красиво, и думает об этом, да, то есть что-то есть у него, есть у него какая-то мечта, кто-то хочет бизнес построить, кто-то хочет еще что-то, и мы хотим, мы наполнены различными желаниями, целями там и так далее, но мы уже не маленькие и уже не такие наивные, пожив все-таки в этой жизни долгое время многие из вас, поэтому мы здесь оказались, что просто уперлись в своей жизни, что, ну, что дальше, куда дальше, мы видим на картинках по телевизору, там, да, по интернету нам показываются различные красивые картинки, как люди живут, как можно жить, ну, элементарные могут быть примеры просто, да, там, пальмы, яхты, бассейны, красивые машины, весело и так далее. Понятно, что мы уже не такие наивные, чтобы верить только вот в эти картинки и желать этих картинок. Многие из нас просто хотят какого-то мира, покоя, уюта, но все мы хотим действительно чего-то, хотим чего-то конкретного, чего-то настоящего, правильно ли? то есть, и хотим действительно хорошего, да, и никто не хочет для себя плохого, как ни крути, никто не хочет для себя плохого, все хотим хорошего. Но вот со многими из нас происходят и часто не очень хорошие вещи, поэтому одно дело то, что мы хотим, а другое дело то, что получается, да, как говорится, хотели как лучше, если такая получилась, как обычно, правильно? Часто вот при первом знакомстве там с Библией, с религией, да, с Богом нам как бы говорят, что, ну, самое главное тебе Бога узнать, да, что ты должен Бога узнать, и это будет самое лучшее, как бы для тебя, так вот, ну, на первоначальном уровне. Но опять же, что такое узнать Бога, да, вот конкретики мы здесь мало получаем, и вообще, что такое Бог, и как его узнать, и что это значит. Нам нужны конкретные направления, да, однажды Филипп, Филипп, по-моему, Иисус им говорил то, что, куда иду, вы знаете, и путь знаете, он сказал. Или я не помню, как там было, ну, там был такой диалог, ну, да, он говорил, или там, иду к отцу, да, и он говорит, укажи нам отца, или укажи нам путь, да, и он ему говорит, Филипп, Филипп, сколько я с тобой, и ты не знаешь до сих пор меня. Иисус про себя сказал, да, нам, что он есть путь, истина и жизнь. И никто не придет к концу кроме как через меня. Он назвал себя путем. И нам не всегда ясно, что это значит, Иисус путь, что это значит, как это на практике бывает. Мы привыкли на Него смотреть все равно, как на личность, как на человека, как на Него смотреть, как на путь. Дорога, да, то, что мы на Него должны как посмотреть, что мы должны понять и представить. То, что сегодня хочу говорить, хочу говорить о воле Божьей. Потому что для меня Иисус – это стопроцентное воплощение воли Божьей. То есть это путь, это такой пример, который Он показал, Он себя положил как путь, как пример для того, чтобы показать, что есть самое лучшее, самое ценное для человека. И, иногда, с религиозной точки зрения, нам кажется, что нас призывают к чему-то такому аскетичному, да, то, что уйти из мира, жить как монах, не пользоваться благами, поставить себя в ограничения, поставить себя в рамки. И это первоначальное, что тот стереотип, который мы получаем, который мы видим. Но Иисус сам в собственной жизни полностью сломал этот стереотип. Вы помните, что написано про Иисуса? Друг мытарь, грешников, любит есть и пить вино. Это же не просто так написано, правильно? Это же не говорит о том, что… Иногда религия нам хочет сказать, что, ну, Он просто сидел с ними за столом, дружил, но Он был другой. Они ели, они пили, а Он просто вот с ними дружил. Вы считаете, что это возможно – дружить таким образом и ставить черту между Ним, да? Соответственно, я сейчас не хочу сказать, что Иисус был алкоголик, но Он явно своим примером показывал, что духовность заключается не в отказе от пищи и питья, не в отказе от общения с миром. Помните, Он своим ученикам говорит то, что «я не прошу», когда Он молится за своих учеников, Он говорит «Отец, я не прошу забрать их от мира, я прошу оградить их от зла». Понимаете? Поэтому вот этот вот стереотип, навязанный нам якобы, как бы духовностью, мудростью, он присутствует, но это не Христос. Это не тот путь, который пришел явить и показать Христос, и показать Христос, да? Это больше похоже, вот мы раньше размышляли, если кто-то меня слышал, с кем-то мы разговаривали, что был им креститель перед Ним, который тоже постился, который отказывался многое от чего, ходил в такой строгой одежде, да? Жил в решениях и учеников тому же самого научил. Точно так же учили фарисеи других учеников, ну своих учеников, да? Что нужно поститься и так далее. Но когда Иисуса однажды спросили, почему ученики твои едят и пьют, а ученики, он креститель и фарисей. И если мы говорим, что фарисеи это вообще религия такая, да? Которая вообще Бога не знает, то и он креститель, то был помазанник Божий, да? Был таким особенным примером, да? Это было новым веянием в христианском мире, да? Это были, можно так сказать, пятидесятники с баптистами, да? Которые сейчас, ну, ощущают, да, то, что надо Евангелие понимать буквально, да, и как бы стремиться жить по слову. Но часто все равно мы как люди пытаемся как бы перегнуть палку вот в это восприятие христианства именно через лишение, через запреты, да? Через уменьшение, угождение, там, да? Мы попозже прочитаем эти стихи, да, Серега, которые мы с тобой тогда нашли, что есть только вид духовности в самовольном служении ангелов. Не, не помню. Коринфянам, да? Голосям. Голосям. Голосям, да. Вот. Я думаю, что сейчас я... Вам все не станет ясно, я немножко долго так въезжаю. Потому что, если честно, мы тоже давно не говорим перед камерой. Здесь нужно пособенно говорить. И на вас внимание уделять, и чтоб там людям стало ясно. Поэтому, что я хочу сказать? Что Иисус – это воплощение воли Божьей для каждого человека. стопроцентное воплощение воли Божьей. Он сам сделался волей Божьей. Примером. И вот эти вот моменты, которые про него написаны, что он любил есть, пить, был друг мытарям и грешникам. Некоторые пытаются на это сказать, но это был Иисус. Мы. У Него было что-то вот в свое особенное в виде. Ему можно. Он Сын Божий. Он вот так вот, да? Но мы забываем, на самом деле, что все, что написано в Библии, мы должны, ну как бы, осознать, мы должны это принять, мы должны на это обратить сильное внимание. Что, да, эти символы все присутствуют. Нам нужно над этим задуматься. С чего я начал? Я начал с того, что все мы, на самом деле, нам не хватает в своей жизни именно часто просто подтверждения на правильном ли мы пути или нет. Правильно? Часто вот для того, чтобы продолжить двигаться в направлении, да, вот мы сейчас с вами в центре, мы сейчас стройкой занимаемся, да, мы потом там планируем строить свой центр. И всех интересует вопрос, да, вот что я сделаю конкретно здесь, да, вот это вообще меня касается как-то или не касается, а почему я, некоторые говорят, почему, я не понимаю, почему я здесь оказался. Я чувствую, что вроде как я здесь оказался, что-то в этом есть, но я до конца не вижу и понять не могу. И мы хотим вот понять. Правильно? Я вам скажу, что я тоже нахожусь часто в похожем состоянии, что мне тоже нужно действительно понять для того, чтобы найти в себе часто, чтобы преодолеть какие-то вещи, найти вот этот вот дополнительный внутренний ресурс, чтобы потерпеть, чтобы еще что-то сделать, сделать какое-то усилие. И все, что мне в принципе нужно, это как-то понять, как получить какое-то подтверждение, на правильном ли я пути или нет. Правильно, Леонид Валяр? Просто вот что-нибудь такое, чтобы вот пришло и мне сказал. И все мы в этом нуждаемся. И то, что я заметил по Библии, что Бог дает тем, кто действительно хочет исполнять Его волю, тем, кто действительно хочет узнать Его волю, Бог даст тебе подтверждение, это будет знамение, это может быть желание, это будет вдохновение или это будет еще что-то, но Он даст только тому, кто действительно это искренне ищет. Именно это ищет. И я хочу вам прочитать стихи, первое послание Иоанна, вторая глава, с пятнадцатого стиха. «Не любите мир, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очень. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость естественная, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Вот такое слово написано, что «не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире есть не от Отца». Мы вот в последнее время об этом разговаривали и размышляли. Я понимаю, что это очень мощное высказывание. Действительно, вот Дух Святой, Бог нам записал это слово, что «все, что есть в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Что это такое? Это все, чем мы живем на самом деле. Даже христиане вынуждены в этом жить. Потому что Иисус сказал «Отец, я не прошу забрать их от мира, правильно? Но прошу сохранить их от зла». Соответственно, если мы в мире, значит, это все на нас оказывает влияние. Значит, мы все с этим сталкиваемся. Мы не можем как бы вот… Это слово нам дано не для того, чтобы мы сказали «все, я не должен ничего хотеть». «Похоть плоти, похоть очей – гордость житейская». Что мы хотим есть, мы хотим одеваться, мы хотим какие-то вещи. То, что нам многие вещи нравятся, мы тоже так устроены. Но вот в мире это все как бы пребывает. Пока мы живы, все это пребывает. Не надо же объяснять, что такое похоть плоти, похоть очей. Правильно? В начале я уже как бы вот сказал про это, да? Вот мы видим, в телевизоре нам показываются картинки. Нам всем этого хочется, да? Нам хочется новый телефон. Да, Саня? Ну хочется новый телефон. Ну вот ничего не могу с собой поделать. Иногда хочется новый телефон. Ты чё? Это плохо? Нет? Неплохо. И поэтому я сказал, что есть такая альтернатива религиозная – сказать «нет» этим вещам. Да? Вот как бы вот нужно сказать «нет» – хочется. Нет, иди против того, что тебе хочется. Все время иди против того, что тебе хочется. Это на самом деле вот… Есть еще такое слово в Библии, что «плоть желает противного духу». Жалите по духу, да? Дух и плоть друг другу противятся, да? И вот первоначальная такая логика, вытекающая из этого стиха, что нужно все время противиться плоть. Чтобы жить по духу, нужно все время противиться плоти, да? То есть все время быть против того, что мне хочется. Но вы считаете это вообще возможно так жить или нет? Понимаете? Мы должны понять, что мы не должны себя как бы толкать в то, что невозможно. Бог нас тоже не толкает в то, что невозможно. Это слово нам говорит немного о другом. Он не говорит то, что «не живите, да, в мире». Нам слово говорит «не любите мир». «Не любите мир». Понимаете, нет? То, что это немного другое. Поменяйте другими словами, поменяйте свое отношение к миру. Да, тебе будет хотеться. Ты будешь иногда себе что-то как бы… Это нормально, когда тебе как бы что-то хочется. Это нормально, когда тебе… Что такое гордость житейская? Это все очень люди так гордятся в этой жизни. То есть, да, у него есть машина, я тоже хочу такую машину. И часто эта гордость житейская, как бывает в церкви. У кого-то хорошо получается проповедовать, я тоже хочу хорошо проповедовать. Хорошее желание, но если это желание имеет мотив только вот на этом, что я хочу кому-то вот что-то показать, доказать, что да, ну вот это часто это нас двигает, это вот гордость житейская. Все, чем люди так гордятся в этой жизни. Все, чем люди так гордятся в этой жизни. Все, чем люди так гордятся в этой жизни. Кто-то может же гордиться тем, да? Кто-то же нормально гордиться, что кто-то даже хорошо проповедует или хорошо поет, или имеет какие-то дары там и так далее. Мы вот в этом все боремся. То есть, часто наше духовное, оно очень может перестать быстро быть духовным. Вот когда ты это вот, пока ты это достигаешь, пока ты учишься, да, часто там проповедовать, служить там и так далее. В тебе нет еще вот этих вот мотивов, ты их не ощущаешь. Но иногда достиг, остановился, мотивы изменились, быстро превратилась в гордость житейскую. Все, все, уже начинаешь гордиться чем-то. Понимаете? То есть я говорю, что мы от этого никогда себя не защитим полностью. Все. Иисус сказал, не прошу, Отец, чтобы ты взял их из мира. Понимаете? Тогда, соответственно, нам нужно найти что-то. Что же нам хочет сказать Библия? Какой выход вообще существует здесь? Как вы думаете, о чем мы сегодня говорим? Какой выход существует? Что мы здесь читаем? Что нам Слово Божие противопоставляет? Не любите мира, да? Вот оно могло просто написать, да, Слово Божие, не любите мира, ибо все, что есть в мире, есть не от Бога, похоть плоть, похоть очей, гордость и закончится на этом. Правильно? Было бы Слово Божие. Нормально, Слово Божие, мы все поняли. И часто я только так и понимал, я вам скажу. Я 10 лет назад проповедовал на эту тему. 10 лет назад. Я разбирал, что такое похоть плоти, разбирал, что такое похоть очей, разбирал, что такое гордость житейская. Это было так интересно. Но вы знаете, это была только часть правды. Потому что решения у меня не было. Я только понял, что мне нужно не любить, я понял, от чего мне нужно уходить. Но как от этого уходить? Кто-то может сказать, как от этого уходить? Здесь написано. На самом деле написано. Да, ты прав, ты прав. Но тут написано немножко по-другому. И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вновь. То есть описание нас подвело. Для меня, понимаете, апостол Иоанн уже был человек, правильно? И он нам пытался выразить свое духовное состояние, свое духовное направление к жизни, свое духовное понимание Бога, да, Иисуса Христа, то, как он это понял, да, через вот эти вот слова. То, что есть мир, вот эти опыты, стремления исполнять, стремление там, ну, нормально, и паримся мы все вот в этом. Это у нас присутствует и будет присутствовать. И еще раз скажу, Иисус не говорит, что он нас забирает от мира, да, но апостол Иоанн говорит, не любите, да, то есть измените свое отношение. Но исполняющий волю Божию пребывает в вере. Соответственно, то, что нам остается, противорез всего вот этого, это исполнить волю Божию, начать исполнять волю Божию. Я знаю, что вам сейчас это ничего не сказал, потому что на самом деле, это, если в этом не разобраться, это практически, ну, может быть просто, ну, таким словом написанным, и ты так ничего и не понял, что такое исполнить волю Божию. Потому что, что такое есть воля Божия? Вот мы уже сказали, что нет воли, совершенной воли Божьей в том, чтобы загнать нас в рамки. Правильно? Чтобы загнать нас, сказать, не люби, не делай там и так далее. Если Бог, он совершенный Бог, значит Бог нам в противорез всего вот этого, что на нас так сильно влияет. Правильно? Должен знать что-то, должен дать что-то большее, иначе он не Бог. Правильно или нет? Если он у нас пытается сказать, вот он это, или вот это вот все ценное, что мы так ценим, что мы вот в это нам парятся, он нам должен дать что-то вот ценное, но я по ощущениям, когда читаю только слово, и если я не вникаю, мне кажется, что это что-то очень такое маленькое, в противовес всего того, что он мне предлагает волю Божью. И еще пребывает вовек. Мне вот вообще зачем вот это? Я же вот здесь живу, правильно? Мне сейчас надо пожить. А мне вот про волю Божью и про пребывание вовек. Мне вообще зачем это? Да, Валя? Ну, правда, не надо же. Правильно или нет? Ну, наверное, надо, потому что там написано. Но если так про себя мы прочитали и проехали. Потому что, на самом деле, мы сейчас не понимаем, что такое вот воля Божья, что значит исполнять волю Божью. Забыви. Забыви. Это только инструмент для того, чтобы приблизить к нас, или как-то открыть, попытаться нас вовлечь в это, попытаться подготовить нас к этому вкушению, что же такое на самом деле воля Божья. Ладно, давайте уже. Я вам это объяснил про меня. Хотел бы вот дальше пойти. Не буду уже тут скрывать. Воля Божья есть самое лучшее. Самый лучший вариант, который тебе подходит. Просто. Из всех вариантов. Вот есть разные варианты, да? Ты можешь поступить. Так, 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 так. Событие. Правильно? Мы просчитываем событие. Три, да? Три. А так было бы пять, да? Нет. Ладно, решаем. Ну, смысл, понимаете? Смысл. То есть, Бог, ну, если так вот взять. Бог благой. Понимаете, что такое Бог благой? Бог благой, это значит, он благой. Это значит, что он всегда желает лучшего своим детям. Всегда на сто процентов. Это вот мы можем быть для кого-то добрыми, для кого-то недобрыми. Мы хотим быть, ну, иногда кто добрый человек, он хочет как можно больше для всех, и он обижается, что для кого-то, и он так расстраивается, что кто-то про него думает, что он плохой. Но кто же действительно, он кому-то не может ко всем быть добрыми. Правильно? Не может. Мы кому-то вот сделаем хорошо, а кого так делаем. Бог благой на сто процентов. Помимо того, что он благой на сто процентов, он еще не ошибается. Он совершенный на сто процентов. Он знает все, ему открыто как бы все, он судьбе счет все открыто. Соответственно, если мы все вот это вот понимаем, мы же можем тоже понять, что и для нас у него есть самый-самый-самый лучший путь. Правильно нет? Самое-самое-самое лучшее решение всегда. Правильно нет? Вот это и есть воля Божья. Самое-самое, стопроцентно лучшее решение для тебя. И в этом заключается, в принципе, смысл нашей жизни. Для того, чтобы научиться пребывать в воле Божьей. Для того, чтобы научиться исполнять волю Божью. Потому что тут написано, исполняющий волю Божью пребывает вовек. Что такое пребывает вовек, пока не разобрался, честно скажу. Не размышляю. Может быть, мы когда-то об этом поговорим или мы как-то этого коснемся. Но я понял, что смысл в том, чтобы исполнять волю Божью. И здесь мы по воле Божью. Ну, мы можем в это верить. Правильно? Мы можем только в это верить. Но нам всем нужно подтверждение. Нам всем нужно осознание этого. И помимо этого, даже находясь здесь, мы все равно не можем просто из-за того, что я здесь, значит, исполнил волю Божью. Правильно? Даже находясь здесь, мы должны найти, как исполнить волю Божью. То есть, есть общая воля Божья для всех людей. Написано, что воля Божья заключается в том, что все спаслись и достигли познания истины. Это общая воля Божья для всех людей. Но есть личная воля Божья для тебя в процессе всей твоей жизни. Что это значит? Это самое лучшее максимальное воплощение, чтобы ты Богу просто доверил, позволил не руководить только твоей жизнью, все время говорить тебе, как поступать. Понимаете? Бог не такой руководитель. Вот мы иногда тоже путают послушание с действительно волей Божьей. А послушание чему? Послушание кому? Правильно ли я? Вот что послушание – это самое главное. Для меня, честно скажу, что не самое главное послушание. Вот, например, если бы у меня был сын? Или у вас не сын? Представьте. Разве вы хотите, чтобы ваш сын все время вам был во всем послушан и слушался вас? Что я имею в виду? Представляете, такой сын, который не может сам принять решение. Вот я почему. То есть сын, который всегда зависит, что мне сделать. А можно мне вот это сделать? А нельзя мне вот это сделать? А как ты думаешь, а как мне вот это лучше сделать? правильно? Что это за сын? Правильно ли я? Я хочу иметь такого сына, которого, ну, до времени нужно будет воспитывать и нужно будет научить его принимать решения. Научить его думать, научить его рассуждать, научить его по максимуму мудрости, сколько смогу, а дальше сам развивайся. Я буду уже стоять и смотреть, и нужна помощь, я помогу. А в каких-то случаях нужна помощь, я приму решение, я вижу, что должен справиться сам. Правильно или нет? Потому что я хочу, чтобы мой сын вырос, чтобы мой сын научился терпеть, научился преодолевать и так далее. Правильно? Все точно так же наш Небесный Отец точно так же хочет. Для Него самое лучшее, чтобы мы вот вошли в самое, в самую лучшую модель воплощения себя. И вот этот вот вход в волю Божию, я верю, что есть из любого момента нашей жизни, пока мы живы. Насколько вот, например, самая лучшая воля Божья для разбойника, который умирал на кресте, да, было осознать, что рядом с ним Иисус и попросить его, да, он помнишь, защитил Иисуса, да, от того и попросил помянуть его и сказать, ну, ты сегодня будешь в раю, да. Вот, понимаете, вот он в этот вот момент сумел исполнить волю Божью для себя, вот эту самую лучшую и попал в самое лучшее место. Все, у него больше не было возможности что-либо предпринимать, поэтому он оказался спасен. Наша жизнь сложнее, длиннее, и милосердие Божье, оно каждое утро обновляется. Знаете такой стих? Каждое утро милосердие Божье обновляется. Бог каждый, каждый новый день готов тебя слышать. Готов тебя услышать, готов тебе подсказать, готов тебе сказать. То есть, какой теперь для того, чтобы исполнить волю Божью, что нужно сделать? Ее нужно услышать. Первое, что нужно сделать, ее нужно как-то услышать, как-то узнать. Правильно или нет? Потому что, а потом еще и сделать. Правильно или нет? Тогда для меня воля Божья заключается вот в нескольких моментах, что мы должны первое услышать, ну можно на два бункта разгреть. Второе, быть в состоянии, я бы это назвал, исполнить ее. Именно быть в состоянии. Потому что иногда вот исполнение воли Божьей больше зависит просто от нашего состояния, от нашего восприятия. Ну это как вот там, нужно выступить на соревнованиях, а ты не готов. Правильно? Просто ты не готовился, а тебе нужно выступать. Ну какой смысл выступать? Правильно, ты не готов. Тогда для того, чтобы вот ее просто выпустить, нужна готовность ее выпустить. И это больше относится к состоянию сердца, к состоянию как бы духа. Действительно, что ты ищешь. Понимаете? Теперь я хочу это вот все противопоставить тому, что мы сказали в начале. Мир, сила Бога, хоть блость, Бога, тача и горность житейская, да? И воля Божья. Это что значит? Бог. А что ты хочешь по-настоящему? Что ты хочешь, что для меня самое лучшее. Понимаете? И это не потому, что я вам говорю. И это не потому, что вот тогда вы там кто-то наркотики бросите или жизнь станет лучше. А это просто потому, что самое лучшее. Понимаете? Просто потому, что Бог, он благой Бог. И он знает, что самое лучшее. Просто, да? И ищущим его, написано, воздает. Правильно? Воздает ищущим его. Поэтому нам нам всем... К чему я это все говорю? Потому, что нам всем нужно это в первую очередь. Просто. Нас это заряжает. Нас это ободряет. Нам дает это вдохновение. Нам дает силы просто ощущение и осознание того, что Бог тебе говорит и ты его хочешь слушать. Все. Вот это в принципе вот такое блаженство, состояние просто блаженство готовности, в которое просто мы должны прийти. Мне не нравится слово должны, но это самое лучшее на самом деле. Есть очень много примеров о том, как это происходило у людей. Давайте мы прочитаем Римлянам 12 глава. 12 глава. Павел просто так говорит, что он умоляет. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваших, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь светом с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. То, что на самом деле Павел говорит, я умоляю вас. Я вас просто умоляю, милосердием Божьим. Потому что он это осознал. Он проник в это блаженство исполнять волю Божью. Находиться в воле Божьей. Чувствовать, что ты действительно вот находишься в самом лучшем для себя месте, но месте не в физическом месте, как вы здесь находитесь, а именно состоянии. И ему вообще все равно тогда, в каком он месте находится. В тюрьме, в кандалах. Или, как он сказал, я научился быть довольным, и когда у меня много, и когда у меня мало. Потому что все, чему я желаю, это просто вот еще раз исполнить волю Божью. Каждый раз найти ее и исполнить. И он понял, что это действительно является самым таким лучшим для нас. И здесь он говорит, что умоляю, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Понимаете, мы так мало сейчас на самом деле, я не знаю, говорится действительно о настоящей жертвенности, о настоящем посвящении своей жизни Богу. Нам кажется это чем-то таким, что как будто бы это вот для них, для каких-то. Вот есть какие-то посвященные, светлые какие-то. Они там где-то. Они вот, понимаете, как будто бы вот это для кого-то. Как будто бы вот мы хотим быть просто христианами. Мы хотим просто поменьше возле жизни иметь. Просто вот, ну, поспокойнее вот такую жизнь прожить. И как будто бы вот посвящение это для каких-то, я сам так думал, я сам как-то вот сторонился этого. Но на самом деле посвящение это самое лучшее. Это просто предоставление себя, чтобы Бог тебе открывал, показывал и говорил. Потому что Бог не говорит, понимаете, предоставьте тела ваши, просто вот себя, то есть тела здесь, на земле, вот где вы находитесь, предоставьте себя вашим жертву живую. Живую. Понимаете, не нужно себя бить, не нужно себя избивать, не нужно себя делать жертвой, не нужно страдать просто ради того, что, ну, как будто бы страдать это правильно. В жертву живую, понимаете, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Для разумного, то есть с разумением, с пониманием. Не то, что... Иногда вот это вот полное посвящение, оно отталкивает людей только из-за того, что мы думаем, что Бог на нас такое что-то оденет, куда-то нас пошлет в такое место, и нам так будет там неудобно, нам так будет тяжело, нам обязательно нужно будет всего лишаться и так далее, и поэтому мы не хотим полного посвящения. Понимаете? Понимаете, что это бред? Потому что на самом деле полное посвящение Богу – это самое лучшее, что может быть просто для человека. Потому что это не игрушки на самом деле, это просто сказать Богу, Бог, я хочу действительно услышать твой голос и быть в состоянии его исполнить. Исполнить просто. Ну, это Бог сам поможет тебе сделать. Нужно отделить вот этот вот аскетизм, вот этот вот мазохизм, вот это вот представление о том, что служение Богу и жертвенность Богу обязательно должна быть связана с какими-то решениями и еще чем-то. Потому что, ну, как ты можешь часто сознательно пойти на какие-то решения и так далее. Но мы видим подвиги, да, разных святых, великих людей, которые действительно там находились в серьезных решениях и так далее. Ну, вы знаете, Бог им давал такое откровение, такое благоговение, такой кайф в это время просто осознавать, что они страдают там за Христа, что они просто вот в другом измерении сознания находятся, что нам просто пока не нужно об этом думать. Потому что, ну, если человек может это вывести и берет он на себя, Бог ему это даст, и это будет, как бы, просто человек сам этого просить будет. Но часто, если ты, ну, как бы, пока Бог тебя не подготовит, пока ты не научишься слышать голос Божий, да, не научишься вот исполнять Его волю именно вот в моментах простых жизней, он не отправит тебя ни на какие испытания, не будешь ты никакой жертвы, не будешь ты голодать там постоянно, поститься по-новому. Вообще-то не так все работает. Поэтому я бы хотел, чтобы просто у нас вот стереотип этот сломался, потому что... Можно? Вот кто? Павказку, с вами. Не понял, мужик. Неизвестно. Зв الأمر. Поэтому исполнение воли Божьей – это туловное состояние человека, настрой человека, который вот получает силу вдохновения от самого Бога, просто в процессе жизни, ну как бы вот, да, напрямую, через счет. Я хочу вам пример просто привести, что меня так сильно вдохновило, потому что вот еще Павел Апостол сказал, что сыны Божьи, Вадим и Духом Божьим он сказал, суть сыны Божьей. Вадим и Духом Божьим, то есть мы знаем, что мы становимся детьми Божьими через жертву Иисуса Христа, через принятие жертвы Иисуса Христа, это как бы вот, ну именно так прописанная такая правда, действительно, да, но суть сыны, они Вадим и Духом Божьим, они вот действительно находятся в состоянии слышать и в состоянии исполнять. Вот суть сыны Божьей, в состоянии слышать и в состоянии исполнять. И это действительно самое лучшее для человека, когда, представьте, ну что это значит, что ты действительно на практике так живешь, так осознаешь, что Бог с тобой, ты делаешь то, что угодно Богу, ты полон смелости и решимости, ты полон энергии и сил, и ты вот в этом уверен. Это идеал, к чему нужно стремиться. Иисус, этот идеал, да, написано, что Он говорит, я всегда творю то, что говорит мне Отец, то, что угодно Богу. Я, я это есть, вот это вот, творящий волю Божью, да, и мы должны это понять, что именно Он, вот Христос, поэтому нам и нужен, что Он творит просто волю Божью. Вот был день в пятидесятницу у нас, да, когда в пятницу у нас собрание было, или в воскресенье, да, было собрание. До этого я неделю находился, ну, может быть, две недели, так, ну, на самом деле тут работы много, навалилось, что-то все на работе, там какие-то проблемы. Ну, не сказать, что сильные, но, ну, тяжеловато, тяжеловато. У вас тут тоже тяжеловато. Много на себя взвалили, пытаемся что-то делать, что-то двигать, и в духовном нужно успевать, и в материальном нельзя отставать, потому что эти вещи очень сильно связаны, да, то есть нужно работать, нужно двигать объекты, нужно решать проблемы, понимаете, поэтому вот жизнь с Богом, она не заключается в том, что все, ты только молишься, сидишь, читаешь Библию и все. Нет, вот она и заключается в том, что есть жизнь, которая кипит, которая требует твоего участия, требует твоего в это погружения, да, и все. А есть Слово Божие, есть Бог, который тебе готов помогать в этом всем, да, и иногда, когда мы пытаемся включиться в духовное, нам кажется, что нам нужно оставить физическое, уйти в келью, погрузиться там, больше читать, молиться там и так далее. Ничего подобного. Мы должны научиться жить здесь и еще быть в воле Божьей, еще быть погруженными в дух и в отенную дух. Поэтому нам нужно все время вот это подтверждение. А действительно ли вот туда, куда я пронул и туда, куда я иду, это Бог меня ведет? Есть ли там будущее для меня лично, конкретно? Или я просто вот перепутываю, или я просто вот то, что мне говорят снаружи, там вот вам там, да, говорят, направляю, я гоню, да? Хочется это подтверждение? Хочется. Бог может давать это подтверждение. Мне дал. И дает, периодически. Я говорю, что, как я это почувствовал, то есть я, вот говорю, был этот день пятидесятницы, и помните, да, я вам рассказывал, что я хотел сделать собрание, мы решили сделать собрание. Я к вам приехал, а до этого я готовился дома, и не хотел, говорю, готовиться, но что-то пришла мысль, надо что-то подготовиться, потому что вроде и так, он может Библию открыть, с вами тут размышлять и так далее. Но он что-то вот думал, что мне надо подготовиться, надо подключиться, как-то Бога поискать. И начали приходить мысли про крещение Святым Духом. Я думаю, крещение Святым Духом, ну ладно, я подпишу, хорошо. Ну думаю, раз приходят мысли, я подпишу, я начал писать, подключаюсь к Святым Духу, и что-то так ободрился, но у меня идет борьба внутри. Какое, я думаю, крещение с Святым Духом? Ну, вот, мои мысли. Правда, да, кто-то там недавно только перегумарил, кто-то только Библию начинает читать, а тут крещение Святым Духом. Нужно что-то попроще, нужно какое-то молоко, но тем не менее у меня приходят, думают, да нет, а что думаю ждать? Ну как бы вот сам собой, что думаю ждать? Это серьезно, это вещи, это действительно сила, потому что весь смысл он в этом. Иисус для этого все сделал, потому что он сказал, лучше для вас, если я уйду, и тогда Дух придет, и вы примите силу. Понимаете, то есть, ну вот это вот принятие силы зависит как раз вот именно от этого. И весь смысл Иисуса, то, что он пришел и пошел на крест именно для того, чтобы наполнить нас Богом, наполнить нас вот изнутри вот этим чем? Слышанием Бога и состоянием слышать и состоянием исполнять. Состоянием слышать и состоянием исполнять, для того, чтобы самое лучшее в нашей жизни исполнилось. Просто вот самое лучшее. Нам кажется, нам надо то, нам кажется, нам надо это, да? Да, Бог и плодится, Бог и тачаи города жительства. Нам кажется, что нам надо это решать. Но Бог знает. Правильно или нет? Он знает. Реально. Поэтому он и Бог, что он знает. Просто конкретно знает. Все, что нам нужно, это узнать у него. Что мне нужно делать? И вот со мной произошел такой момент, что, впечатляйте ему, если надо говорить, ну ладно, буду говорить. Потом сюда приехал, начал говорить, значит, говорит о другом. Значит, ну все равно я не до конца сразу послушался того, что было. Но потом, говоря-говоря, меня все равно выносят эту тему. Я все равно говорю про Ключение Святым Духом, да? И Дмитрий говорит, а ты знаешь, что сегодня день пятидесятницы. И просто я... Здесь можно ничего чудесного не видеть, на самом деле. Может быть, это не чудо. Это лично для меня подтверждение. Это Бог так... Ну, для меня это Бог так сделал. Просто послал мне такой вот голода, грубо говоря, да? Вот к Иисусу, помните, когда он крестился, ему голубь на плечо сел. Ну, вроде голубь сел и сел. Ну, к другому сеть, но он сел к Иисусу, да? Какое-то вот подтверждение, да? Что ты просто на правильном пути. Не то, чтобы нужно обязательно говорить в день пятидесятницы о крещении Святым Духом. Нет, дело не об этом. Но действительно, во всех церквях в этот день говорят о крещении Святым Духом. И все. И здесь так есть. Но я не такой эрегиозный человек, чтобы знать все эти дни, правила и так ожидать этого дня. Но я очень обладался. Потому что я слышу голос Божий. И я готов выполнять голос Божий. Даже не осознавая, что я слышу голос Божий. Просто вот Бог моим сердцем, значит, управляет. Значит, я послушан. Понимаете, как на буквальном примере, что такое. И наша жизнь, она состоит вот из таких маленьких моментов. Понимаете, что ты услышишь? Кого ты послушаешь? Кого ты действительно хочешь слушать на самом деле? Сможешь ли ты желать этого? Быть готовым этому? Потому что мы и Библию именно для этого читаем. Понимаете, что то, что мы здесь прочитаем. И не сообразуйтесь светом семь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот что нам нужно сделать. Я уже об этом когда-то говорил на конференции, но еще раз хочу подчеркнуть. Не сообразуйтесь светом семь. Не сообразуйтесь светом семь. Я когда это прочитал недавно, я подумал, то, что по нашей логике, вот как мы живем часто, то, как мы приняли христианство, это продолжение должно быть другое в этого стиха. Не сообразуйтесь светом семь, но храните себя в чистоте. Например, да? Но ищите там царство. Ну, как бы, да, как-то вот так размыто. Но апостол Павел говорит, не сообразуйтесь светом семь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Понимаете, куда ведет мысль? О чем говорит человек? Как он думает, как он думает, что он пытается из себя достать, как объяснить свое состояние? Потому что Павел нам пытается объяснить свое духовное состояние, свою победу, свой уровень, куда он зашел, то, как он мыслит, то, как он думает. То есть мы думаем, что не сообразоваться с миром с ним, это надо терпеть, это надо бороться, это надо себе запрещать, это надо себя куда-то засунуть и так далее, правильно? Вот это вот такое вот представление о христианстве. И мало того, что, ну, там, каяться нужно, да, по-разному на практике, я просто видел, как это на практике происходит, что часто даже духовные люди, те, которые должны вести людей именно вот к этому, к обновлению ума, они ведут людей совершенно не туда, не во обновление ума, а они ведут людей дальше в закон, в исполнение правил, а, ты сделал это плохо, ты любишь меня, тебе надо это, тебе надо, то есть, понимаете, да, то есть, как вот таким направлением. Павел нам говорит, для того, чтобы не сообразоваться веком с ним, не соединяться с ним, нужно преобразоваться обновлением ума, нужно по-другому думать, нужно просто впустить в себя другое видение, другое мышление, другое восприятие ситуации, обновление ума. И дальше он говорит, то, что, чтобы вам познавать, для чего нужно преобразоваться новым умом, вот, да, мы же ум ищем, да, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Понимаете, воля Божья, она на самом деле, ну, не просто вот воля Божья, мы должны понимать, воля Божья, она благая, понимаете, она благая, это самое лучшее, что для нас есть, воля, что для нас есть, есть вообще, благая. Вот, самая благая. Угодная, это значит, она тебе угождает, она и для тебя угодная. Понимаете, она как, ну, можно сказать, удобная, угодная. Тебе ее не так уж и трудно сделать. Бог не дает всегда, как не ломает тебя, чтобы тебе нужно было себя ломать, понимаешь? Ну, именно, как бы, физически, морально. Она угодная. Он дает такие шаги, которые ты можешь сделать сегодня. дает такие шаги. Не нагружает так сильно нас, чтобы мы сразу увидели вот этот вот огромный план для себя и где-то окажетесь ко мне. Да? То есть, ты мой апостол Павел там, или Петр увидел по себя распятым вниз, да? Пока он был к этому не готов, и сказал, зачем мне такая воля Божья? Благая и угодная, да? Но когда он, его распинали за Христа, он был совершенно в другом состоянии, и понимал, что это значит совершенно другое. Вот. И совершенное. Ну, действительно, совершенное. Все эти вот три слова, благая и угодная, совершенно, они пытаются описать, действительно, вот, для нас вот этот вот выбор, именно вот это вот состояние, что для нас это самое лучшее. Все. Это то, что я действительно вот понял, что я хочу. Понимаете? Я буду для себя это понял. Я это хочу. И знаете что? Я нашел себя счастливым в том, что, наконец-то, я этого хочу. Вот что я хочу вам сказать. Вот куда я хочу вас привести. Вот что, ну, я теню, что, на самом деле, я рад, что я этого захотел, наконец-то. Потому что, ну, это тоже уже работа, чтобы это захотеть. Потому что, ну, мы часто боремся, мы часто противимся, разные представления, Но больше просто из-за представлений, больше просто из-за того состояния, в котором мы находимся. Нам при слове «жертвенность», при слове «посвящение» всегда хочется что-то свое. Но куда мы пришли? В свое. Вот вы куда все пришли? Вот вы сейчас находитесь здесь, в центре реабилитации, да? И вот мы сюда шли сами просто. Потому что вот не хотели услышать, что Бог хочет от нас. Сейчас у нас есть шанс просто, первое, что нужно сделать, это просто захотеть услышать это. Просто захотеть это услышать, начать это слышать изнутри себя. Начать это вот как-то слышать через свое желание. Потому что апостол Павел, пример того, как человек реагирует на то, когда Бог ему проговорил. Вот он раньше убивал христиан, выбросил письма из Дамаска, шел через эту пустыню, чтобы сажать христиан, пытать, и закрыть эту секту, и так далее. У него было свое представление, у него откуда-то были эти силы, этот гнев, и так далее. И ему Иисус встречается. И тот понимает, что ему Иисус встречается. Просто вот понимает, что так больше никто не может встретиться, кроме как Бог. И он говорит, кто ты, Господи, говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Знаете, что первое он говорит? Потому что это был, в принципе, вот уже, как бы, да, человек, понимающий духовных вещах. Он говорит, что повелишнее делать, Господи? Что повелишнее делать? Действительно, вот, ну, мы-то вот, понимаете, про что я говорю? Что повелишнее делать? И он понимал Бога, что это вот действительно, он же уже думал, что он служит Богу. Но когда Бог по-настоящему открылся, он первое, что он сказал, что делать конкретно, все, я готовы делать. Вот, ну, действительно, вот, готов ли ты? Просто вот, готовь себя. Я, ну, как бы, это самое, почему? Потому что это самое лучшее. Нам надо понять, что, кто такой Бог? Бог — это воплощение всего самого лучшего. Вот, самого-самого-самого лучшего, что есть в этом мире, совокупность. Вот, нам нравится надежда, нам нравится победа, нам нравится любовь, нам нравится радость, нам нравится пространство, нам нравится логика, нам нравится просто вот, вот, все, что нам нравится, это Бог. Понимаете? Вот, все, что нам нравится. Потому что Бог не может не нравиться, и вот в этих вот, во всех вещах — это Бог. Поэтому Бог знает, как тебе так жить, чтобы тебе тоже нравилось. Понимаете, просто нравилось. И поэтому мы должны, вот, мое мнение, прийти вот в это состояние тоже, что Бог, что мне делать, скажи мне, открой мне, я хочу, я хочу рискнуть. Я вот про себя вам говорю, я рад, что я, когда был молодой христианин, я помню, мне нужно было принимать сложное решение, ключевое такое, меня ситуация к этому подвела. И я все пытался узнать, Бог, скажи мне, что мне делать, я хочу узнать, что Он мне делать, и я хочу принять Твое решение. А мне Бог, а Бог молчит, тишина, как бы, не говорит, ничего не приходит. Я говорю, ну, я хочу, как ты хочешь. Я, на самом деле, себя поймал на том, что я просто чего-то хотел, я хотел просто вот уйти от решения, которое мне нужно было самому принять, да, сложное, которое, как бы, у меня было желание. Ну, другими славями мне Бог сказал, например, ты сам что хочешь. И я ему сказал то, что, ну, я хочу вот так, он говорит, ну, я не против, что так, ты можешь вообще, как ты хочешь, так и поступить. Потому что, ну, ну, это я говорю про то, что я был молодым. Потому что, ну, здесь уже не такие мы молодые. Бог дает часто нам пройти тот путь, вот чтобы вот это вот то, что мы хотим, оно вот все в нас выработалось, так сказать. Знаете, вот Петру однажды сказал Иисусу, когда ты был молодым, ты припоясывался и шел куда хотел. Когда составишься, тебя другой припояшет, простоешь руки свои и поведет тебя туда, куда ты не хочешь. Но не хочу вот разбирать сильно этот пример, когда ты слышал, что это вот, есть такое трение, что это тоже как Дух Святой, который его припояшет и поведет. Ну, я помню, я вот хотел исполнять волю Божию и тогда, да, но тогда Бог мне ответил таким образом, что на тот момент его воля заключалась в том, чтобы я поступил, как я хочу, чтобы мне позволить поступать, как я хочу. Я получил такой ответ. Поэтому я в тот момент поступил, как я тогда хотел, как я тогда видел. И это тоже явилось для меня волей Божией. Понимаете или нет? Потому что, ну, самое главное, это желание и готовность исполнять Его волю Божию, Его волю. А как ты ее уже будешь исполнять? Потому что Дух дышит где хочет. Слышишь его шум, но не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Это не контролирует на самом деле. Мы все, что мы можем, это вот действительно хотеть, действительно прислушиваться, действительно ждать. Потому что вот на примере жизни Павла я тоже вижу, как он вот в своих, в своем пути. Вот тут он говорит, что повелишь мне конкретно делать. Ему Бога, иди в Дамаск, туда-сюда, там муж, по имени Анания, возложь в дорогу и так далее, да? И он выполнил это дело. Потом я вот знаю, знаете, у Павла было три кругосветных этих его путешествия. Вот на первое путешествие там написано, когда они служили Богу, несколько там мужей было описано, человек шесть, может быть, или семь, и постились, искали Бога. Там было сказано, что Дух Святой сказал, отделите мне Павла и Варна для служения мне. И они помолились, возложили за ним руки и послали их. Куда послали, не знаю, они поперли там вот, куда-то пошли, да? Вот было первоначальное направление. Потом они это направление тоже находили по-разному. Там был такой момент, что он уже описывает, вот Дух Святой не пустил нас в Азию, да? Как это, да? Как он не пустил? Он не сказал, да? То есть, либо может быть через внутреннее желание, нет, что-то чувствую не надо, да? Либо вот попробовали, попробовали, не получается, да? Потом там был такой момент, что Павлу приснился сон, в котором был муж какой-то, и он увидел, что это Македония из Македонии, который говорит, прийди, помоги нам. И Павел распознает в этом, что Бог призывает его в Македонию. И они идут в Македонию, действительно получается, не то, что там они этого мужа встречают, но смысл такой, что они там тоже церковь основывают, да? Не знаю, там, наверняка много было разных событий, но это были люди, которые вот, ну, хотели прислушиваться к воле Божьей. И Бог по-разному говорил, здесь через сон, здесь не пустил, здесь Дух Святой сказал, как-то, да, проговорил, может быть, это кто-то пророчествовал, двоих отделили, прошли первый круг. И знаете, как пошел Павел на второй круг? Не было такого, что Тух Святой опять сказал, Павел на второй круг. Потому что, да, наверное, можно было бы вот второй раз тоже дать чего-то подобное. Там написано, пришло на сердце у Павла, Павла посетить всех тех, кого он видел, да, где они основали эти общины небольшие. Им просто пришло на сердце, пришло просто это желание, он был готов. Все, он ничего не мог сделать с этим желанием, и он понимал, что, да, это желание воли Божьей, чтобы о них заработиться, что он тут не ищет чего-то там своего, да? Он идет вот на этот вот второй круг. Ну, и там можно еще какие-то вот эти моменты разглядеть. Но я просто вижу, как по-разному, по-разному Павел находит вот эту вот волю Божью для своей жизни. Вот это вот максимальное, то, что он может сделать, как он может вырасти, там, проявить себя, послужить Богу, там, и так далее. Именно вот в конкретных вещах. Он не искал своего, потому что, может быть, Павел мог бы, да, если бы искал своего, мог бы тоже где-нибудь сделаться каким-нибудь начальником, большим, там, и так далее. Но Павел посвящает себя действительно вот на это самое лучшее. Чтобы Дух говорил и Дух вел. Все, понимаете? Это самое лучшее на самом деле. Смотрите, от этого приходит самое лучшее ободрение. Большое это дело или маленькое это дело, это вообще не важно. Главное, чтобы это просто ты был в этом уверен, ты получал периодически подтверждения, и ты действительно искренне от всего сердца этого искал. Понимаете, нет? Это наше исцеление. Это то, что может вас исцелить. Это то, что может вас вообще сделать, ну, вашу жизнь просто интересной и насыщенной. В этом и заключается воля большее. Это самое лучшее для нас. Теперь я вам хочу еще один отрицательный пример нарисовать, который со мной на днях тоже произошел, который я хочу включить в эту тему. Я уже кому-то рассказывал. Мне приснился на днях сон один. И я вообще не сторонник того, что там много как-то говорить о снах, что-то строить, какие-то концепции. Но здесь сон приснился и приснился. И то, что произошло, это вот мое сознание расширилось благодаря этому сну. Благодаря тому, что я недавно завел такую привычку записывать иногда сны, некоторые сны. Потому что, знаете, да, что такое сны, некоторые записывать не хочется и вспоминать о них не хочется. И вообще невозможно описать, бельберта какая-то. Но мы в Библии видим, что Бог говорит через сны, и периодически Он говорит, это Его особая такая, да, область. Иногда говорить людям через сны. И сон был не какой-то такой, что я вот, ну, мне Бог что-то конкретно через это сказал. Но когда я потом сопоставил факты и понял, что из этого получилось, я просто вот немножко был в шоке. Я надеюсь, что у меня получится вам что-то тоже из этого передать. Потому что я действительно получил некий такой смысл. Значит, что мне приснилось? Значит, приснилась мне, опять же, как толпа людей, большая толпа людей. Как-то вот все отчетливо, ну и размыто в то же время, как бывает во сне. Что это большая толпа людей, такие живые люди, энергичная толпа. Вот я просто передаю ощущение, потому что на самом деле я, сон короткий, ну вот просто чик-чик-чик, все, вот такой сон. Но я увидел, что когда я начал его записывать, мне потребовалось описать свое состояние, что я понял, что я почувствовал. Я начал описывать, и тут я увидел, что там очень много информации. Поэтому я увидел, как бы вот была большая толпа людей, люди были такие живые. И я говорю, вот, почему-то вот такие символы, почему-то вот, почему я вам говорю, что люди были живые, что они какие-то были такие здоровенькие. Ну, вот такое ощущение было, действительно, что вот эта толпа была бодрая. Это не была какая-то вот такая толпа, да, это была толпа энергичных, живых людей. И я не помню, что произошло, но как будто бы произошел какой-то вот крик или какой-то призыв, типа, нам туда кто-то вот, ну, нам надо туда. Ну, да, и это было каким-то порывом, что вот всем надо туда, и все просто туда, и побежали туда. Как возне непонятно куда, но вся эта толпа забежала в здание, которое с виду было небольшое здание. Было такой трапециевидной формы, ну, вот я вот так, лечу, что тут как бы с уклоном, да, то есть как бы как будто оно вверх шло. Вход как бы был здесь. И они все туда побежали. Не то, чтобы они побежали в это здание, потому что их позвали в это здание. Нет, их просто туда позвали, и было такое ощущение, что как будто просто дорога так пролегала, и они через это здание должны были куда-то дальше пробежать. Потому что у них не была цель прибежать в это здание. Цель была куда-то пробежать туда и позвали. Почему-то все очень так дружно туда ломанулись и быстренько убежали, как во сне все бывает. И следующим эпизодом я уже попадаю в это здание, и это здание, оно такое пустое, это здание очень древнее, у меня прям вот это ощущение, что это какое-то, очень древнее, очень старое здание, как я вот когда начал описывать сон, непонятно кем созданы и придуманы. В нем, как бы вот сначала начинается ровным туннелем, а потом пошли повороты, повороты, туда-туда-туда, и я понял, что это много поворотов, и люди побежали куда-то через эти повороты. И попав как бы вот туда, увидев это, я туда не побежал, я просто вот очутился своим пониманием вот в этом вот здании, я понял, что все, кто туда забежал, они вот уже заблудились. Просто вот уже заблудились, и уже там не было толпы, но было ясно, что все просто там уже бродят. Ну вот следующая картинка, что все просто бродят, и одни бродят, каждый один бродит. И я уже не думал о толпе, я просто как бы вот очутился, как будто бы сам туда, как бы сам через свою шкуру прочувствовал это ощущение и состояние, что я, ну как бы пробежав уже туда, сделав там сколько поворотов, ты получаешь такое желание оттуда выбраться. Ну как обычно, да, если ты пробежал в какой-то лабиринт, пещеру, первое, что охватывает вообще, надо как-то выходить, все, потому что нужно выходить. И ты ловишь себя, вот я поймал сам такую мысль, что ты не помнишь, как выйти. То есть как бы ты пытаешься вспомнить, пытаешься думать, как же это, и ты понимаешь, и ты начинаешь делать ошибки. Начинаешь заходить не в те повороты, как будто бы пробовать выходить. И вот уже вот с каждым этим поворотом шанс на то, что ты оттуда когда-либо выйдешь, выйдешь, вот как математическая прогрессия увеличивается. Потому что с каждым одним поворотом. То есть вот это я быстро очень все осознал. И мало того, что это просто одна плоскость, так это еще разные этажи. И зайдя даже на тот этаж, на котором находится выход, ты понимаешь, что если ты зашел на него не через то, ну как бы вот через то ты заходил раньше, где тебе нужно выйти, смысл никакого не имеет. Не имеет смысл, ты никогда не найдешь выход. И, соответственно, просто вот меня хватило вот это вот ощущение, что ты никогда не найдешь выход. Потому что его просто нереально найти. Это вообще просто невозможно. Потому что с каждым разом только вот только какая-то случайная доля вероятности, которая соответственно просто невозможна. Потому что, ну, вот как бы логикой ты ее понять не можешь, что это просто невозможность выхода. Но ты находишься в каком состоянии, чтобы выходить все равно надо. И, представляете, вот это вот состояние души, я, то, что я сейчас объясняю, я уже объясняю состояние души, которое пытается, которое куда-то зашло, оставаться там смысла нет. Потому что там, как бы, пустота, там пространства нет, ты не там, где ты хотел быть, тебе хочется выйти. Но в этот же момент у тебя есть полное осознание того, что ты никогда оттуда не выйдешь. Представьте вот это вот состояние, как ты попал в мезу, ты вынужден двигаться, выходить, но надежды на то, что ты выйдешь, нету. Представьте состояние, просто. Ну, очень похоже на состояние клаустрофобии. Да, мы все чуть-чуть знаем, даже, что такое клаустрофобия, да, у кого-то она там в лифтах уже присутствует, там, или у кого-то еще. Но у меня всегда был такой вот страх, когда в детстве лазил там по трубам, да, вот, заползти в трубу и застрять в трубе, вот, вот, примерно что-то такое. Но вот это вот внутренняя такая, такая безысходность, такая просто вот, я, думаю, вы поняли, да, что я имею в виду. То есть, забежал, и вы говорите, что самое интересное, что ты, ну, как, делать там нечего, делать нечего. И остановиться ты не можешь, ты не можешь вот просто взять, там, в стеночке присесть, что, ну, ладно, посижу, чего-то подожду. Нет смысла, нет смысла ждать, нет смысла сидеть, нет смысла идти, но идти будешь, потому что вот какое-то внутреннее движение есть, что ты будешь искать. И ты понимаешь, что это все, это пападос просто, пападос навсегда. И вот еще был интересный очень такой момент, что, вот в этом тоже сне, что вот когда я подумал о том, что существует какая-то вероятность, просто случайная вероятность, что кто-то выйдет. Что она вроде как существует чисто математически, что из всей этой огромной толпы кто-то да выйдет, короче. И действительно, я вижу людей выходящих. Несколько человек, 5-6, они как вот из темноты выходят. Но я смотрю в ихние глаза, я, ну, я думал, что эти люди, ну, как обрадуются, о них ничего себе не вышли. Но, посмотрев на них, вот это было мгновенное осознание, что у них никакой радости от того, что они вышли нет. Знаете, почему? Потому что они столкнулись с чем-то, вот с этой вот как бы бездной, безысходностью. Пробовали там вот это вот какое-то время, осознали вот эту глубину безысходности, безнадежности. И ихняя, как бы, ну, психика, да, душа, так сказать, она просто сломана. Она восстановлению не подлежит. То есть для них уже нет осознания и радости, что они вышли. Для них это просто все. То есть суть такая, что вот как бы попав туда, вот в это, полное как бы погружение, все, с человеком происходит какая-то такая трансформация, что это просто уже одно сплошное страдание, метание и безысходность, понимаете, безнадежность. И вы знаете, что я понял, как я это интерпретировал, с чем я столкнулся. Ну, я не знаю, действительно ли это так, или это не так, но, может быть, это один из образов, который вот мне Бог показал, что это брата Адама. Вот почему? Почему? Потому что нам написано, что многие, многие туда идут. И была толпа, на самом деле, которая туда побежала. Причем она туда побежала не потому, что она туда хотела, она просто туда побежала, потому что вот многие. Потому что просто эти люди, они просто находились вот в этой толпе, среди толпы, и они даже сами не поняли, как они туда побежали, потому что все побежали. Вот смысл толпы, вот часто смысл нашей жизни, что мы сами не знаем иногда, почему принимаем какие-то решения, или дружим с этими людьми, или еще что-то, мы на самом деле не решаем то, что мы находимся в толпе. За Иисусом тоже толпа ходила все время, да, и мы знаем, что толпа не могла получить то, что можно было получить. Толпа, она сегодня говорила Сану, царю, и ложила эти пальмовые ветви, на следующий день она кричала «распни его, распни». И вот это вот смысл толпы, и это смысл как бы того, как часто люди выбирают жить, да, вот вроде в толпе. Ну, если уж мы все в толпе, значит, как-нибудь что-нибудь придумаем. Но вот из этого сна я увидел, что там уже толпы не было. Понимаете, там бы по этим коридорам, вот мы иногда можем, у нас даже может обводрись, то, что мы попали в какую-то ситуацию, но если мы хотя бы не одни попали, правильно, вот с кем-то вдвоем. У нас уже хотя бы, ну, я не знаю, съесть друг друга можем хотя бы, да, на время, ну, или ободрять как-то, или ругаться, или еще что-то. Но что-то вот есть, то там, то там как бы этого не было. Я понял, что там как будто бы вот каждый один просто, и все. И это бесконечность, понимаете? Это действительно бесконечность. Просто бесконечность быть вот в этом вот безысходности, без надежности, без пространства, без логики. Понимаете? Это вот те выводы, которые я сделал из этого. Поэтому я сказал то, что, ну, на самом деле, вы, я надеюсь, поняли. Я вот кому не рассказывал, я вот всех увидел, что люди понимают, что это такое, да, попасть вот в это состояние. Потому что здесь, на земле, когда мы живем, в теле ходим, мы тоже с этим соприкасаемся, да. Мы знаем, что здесь есть князь века всего, да. Многие люди даже говорят, что вот он здесь, а, да, когда проходят через какие-то там сложные ситуации или безысходность тоже, правильно? Чего больше всего людей здесь в жизни напрягает? Бесценность, безысходность, вот эта вот депрессия, да. И про многих можно сказать, что он уже, ты уже в одну живешь, правильно? Уже. Но здесь еще не а. Знаете, почему? Потому что здесь у нас все равно у каждого человека, в какой бы он ситуации ни находился, присутствует все равно какая-то надежда. Она просто присутствует как таковая, потому что Бог здесь присутствует. То, что я понял там, там Его вообще не присутствует. Просто Его там нет, там нет надежды, там нет пространства, там нет смысла. Но там есть метание, и там Ты есть, понимаете? Там есть Ты, и вот это вот твое сознание, Тебя там тоже есть. Но это то, что я почувствовал. В этом случае это то, что частично нам пытается сказать Библию, что ад, он есть, и мучиться там будут. Поэтому я не хочу пугать адом, но я рад, что действительно так получилось, что я что-то об этом понял. И я понял, что действительно вот это похоже на душевные, на духовные муки. Потому что когда я слышал, много раз люди там пытаются описывать ад, да? Ну это как будто бы болит зуб, но болит всегда. Понимаете? И я как-то вот мне трудно было, ну я как бы принимал, наверное, да, или что-то еще. Некоторые говорят там огонь, там зубы, там тяжело, но вот мне удалось почувствовать вот эту вот духовную, душевную муку, которую я вам попытался передать, вот именно от того, что смысла нет, нет надежды. Представляете, просто нет. Потому что вот пока мы здесь, надежда есть, смысл есть, свет достигает, Бог действует. Какой бы человек ни был плохой, понимаете? Вот даже маньяки, которые сидят, приговоренные там, да, к жизни, они пишут эти помилования. Ну вот эти вот просьбы. И пока они еще живы, они еще все равно там перепрострелы, они все равно еще за чуть-чуть, но как-то надеются. У них есть какое-то общение. У них есть, ну кто-то еду приносит. У них есть с кем-то диалог, там, да, ну что-то есть, да, мука огромная, да, натворил, да, воду, да, это удал. Но все равно присутствует, присутствует надежда. Так вот, ну, действительно, ад это где не присутствует надежда. Поэтому, ну, вот так вот увидел. И я еще, Иисус же, помните, Он же тоже рассказывал про вот этого вот лазаря и богача. И попал там богач в ад, и лазар там на лоне Абрамовом, да, и тот просил, говорит, ну, ты хоть вот пошли лазаря, пусть он намочит палец свой и вот капельку воды не просто доской. То есть, о чем это говорится, что ему бы хоть вот чуть-чуть бы что-нибудь почувствовать просто. Она ему не насытит, она ему не наполнит, но она ему хоть чуть-чуть, да, капельку какой-то радости. Просто вот самый маленький чего-то, просто какого-то ощущения, какого-то чувства. Потому что там просто вот этого всего нет, там как бы нет бога. Нет вот этой надежды на победу и на смысл. Вот, поэтому вот такие вот пироги. Поэтому хорошо, что все что, ну, чем больше... Почему вот эти, мы говорили, вот эти вот люди, да, исполняя волю Божью, они часто шли на какие-то, да, вещи, решения или что-то еще. Ну, потому что они так близко уже к себе чувствовали вот эту вот совершенную радость, совершенную победу, совершенное чувство вот этого вот победы, что не бесполезности, да, приближения. Вот с этим самым лучшим, что есть Бог на самом деле, да, с этой совокупностью совершенства, с любовью и так далее. Поэтому они туда просто приближались. Мы вот находимся в разных своих состояний, но действительно вот фишка воли Божьей, она как раз и заключается в ощущении смысла. Понимаете? В ощущении смысла. Потому что вот там его нет, этого ощущения смысла. Вот то, что я как бы вот почувствовал. Понимаете? Поэтому это то, что Бог может делать нам, как бы конкретно в этой жизни, то, к чему мы должны стремиться. Что хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Что есть мир, и похоть его, и похоть плоти, и похоть очей, и гордость житейская, и мир пройдет. И похоть его, и все это как бы ищение. А исполняющий волю Божью пребывает во век. То есть нам противопоставляется вот это все. Поэтому вот будучи... Я даже вот этот вот сон, я не знаю, это там врата ата были, или это может быть вот существовало, ну тоже как бы мир, тоже каким-то образом, суть и смысл мира, когда нет смысла, да, вот в этом всем метании. Ну я думаю, это все как бы похожие вещи. И еще, а, я еще сказал, что, я начал рассказывать про Лазаря, что у меня появилось желание, вот в этом сне, что как будто бы я побуждение такое, что я могу туда зайти и попробовать кого-то найти и вывезти сюда, попробовать запомнить дорогу какую-то. Но я понимал, что все, что я могу запомнить, это вот парочку поворотов. Я даже боялся, я даже понимал, что если поверну за третий, и вдруг, если я ошибусь, хотя бы один раз, я даже уже не вспомню, какие мне последовательные нужно сделать. Наверное, потому что там просто даже логика не работает, понимаете, то есть ты даже не можешь два поворота там запомнить, то есть у тебя просто вот хаос, каша в голове. Ну, во всем случае, это у меня было такое там ощущение, может быть, потому что я это был во сне и не мог заставить свой мозг работать, я не запомнил несколько поворотов, но я не смог, вот я даже представил, что два не больше могу запомнить. Но также в этот же момент я понял, что, ну какой смысл пару поворотов, потому что все убежали дальше, я тут за стенкой просто никого не найду, никому не помогу, но дальше идти, опять же, не имеет никакого смысла, потому что и я заблужусь, и им никому не помогу. Вот это вот, там даже там не работает вот эта жертвенность, понимаете, то есть как бы нет там никакого смысла в этом заходить, поэтому даже вот заходить туда не захотелось. Поэтому вот, ну и говорится о том, что, ну, наверное, Иисус как бы сказал, когда богач просил Лазаря, ему в палец, ну, не можем, не мы к вам не можем, не вы к нам не можете, все, это как бы уже вот выбор сделан, и данность, и имя. Ну, опять же, почему, вот я тоже это понял, вот как вот эти люди, которые вышли, потому что они что-то такое познали, вот именно вот эту глубину бессмыслия, вот эту глубину отчаяния, которая просто их уже сделала безвозвратными, без, ну, все, нет надежды, все, ни на какое изменение. Это не то, чтобы вот бог так и решил, и все, вот просто, потому что, как человек решил, а вот, ну, ладно, вот этого вытащу там, да? Мы иногда думаем, что, ну, иногда нам все-таки может быть как-нибудь там в прокате. Просто если туда все уже затянет, как бы там все, такие изменения вот произошли, ну, это как было, опять же, это сон, но смысл я для себя достал оттуда огромный. Поэтому хотел бы с вами поделиться, потому что это частично, вот я пытаюсь это передать, я вижу, я чувствую, сейчас происходит у многих из вас, из тех, кто живет сейчас вот в этом мире, что нам многим просто не хватает смысла, не хватает вот этой вот надежды на то, что вот куда идти, как идти, какие решения принимать, понимаете? То есть устали и от этого, и уже, ну, видим, ну, буду вот идти туда, ну и что? Понимаете, я вот много раз в своей жизни иногда не делаю каких-то шагов, вот там, пришла у меня мысль, начала меня точить, я помню, да? Знаешь, с чего вот, я тоже вот стал, как-то вот меня Бог подтолкнул, или время пришло, и вот пойти в это все, ну, я рад, что Бог меня позвал, и я в это верю, что Бог меня позвал. Потому что тоже мне приходится верить, а я уже вот нахожу какие-то в этом периодические подтверждения, маленькие победы, и просто иду через вот то, что я вам сегодня тоже рассказывал. Что я просто тоже приходил к безысходности, бессмысленности. Я видел, как пролетело 10 лет моей жизни. Просто вот я работал, стал заниматься стройкой после центра реабилитации, и, ну, было много чего интересного, но жизнь так быстро пролетела. И да, я что-то там посмотрел, машину купил там и так далее. Нормально все, но есть вот этот вопрос, ну, что и все, и так дальше. И значит, вот эти 10 пролетело, и те, которые там остались 10, 20, 30, 40, пролетело точно так же быстро еще и все. И это все, что, как бы, вот я пожил, и, ну, вот, поживя вот эти 10 лет, мне начнут эти вот желания, надо, ну, там, появлялись какие-то свободные деньги или еще что-то, или время, и надо построить дом. Думаю, ну, вот я лежу иногда неделю или строю дом. Ну, вот лежу просто, как я буду строить дом, вот я строю дом, ну, там, это, тупо, блин, ну, как тяжело строить дом, я-то знаю, как строить, думаю, это надо столько денег, это надо столько материалов, это надо столько суеты, я так устану, думаю, я просто весь этот путь так прошел, 5 лет, 3 года там, потому что денег-то не хватает, все равно в натяг будешь строить, тут работать надо, и все, и дом будет периодически замешан. Знаете, ну, ладно, ну, я строил, там, лестницу красивую, ремонт, виды, там, и так далее, то есть, и даже интерьеры менялись, пока я думал, как строить, я думал, вот в таком дизайне, или вот в таком дизайне, пока думал, в одном дизайне, мне уже надоело этот дизайн, мне уже захотелось в другом, и ты просто в мыслях, а я потом себя осознаю, ну, пока я буду строить, мне вообще любой дизайн надоест уже, потому что я знаю, я много раз делаю квартиру просто кому-то, и пока ты ее делаешь, уже дошли, понимаете, уже придешь туда через 2 года, думаешь, блин, какой красивый ремонт был, а когда заканчивали, просто тошно было, а свой ремонт, который у себя делал, когда ты тоже доконавался, он вообще, ну, там, выделенность, живешь и живешь. Я к чему говорю, то, что, ну, часто в голове можно вот это вот прокрутить, да, там, появились свободные деньги, можно машину понавить, и другую, другого уровня, ну, ладно, думаешь, ну, забабахаю машину, все увидят, какой я крутой, на другой машине поездил, да, ну, ладно, думаю, прошло время, поездил, там, миллион рублей превратился в ноль копеек, таким тяжелым трудом заработанный, да, потому что инфляция, потому что машина постарела, я уже эту машину увидел, как обычно, грязный, как вот у меня часто бывает, там, на полу все это вот валяется, и потому что работаешь, потому что, в принципе, пофигу до этой машины, она уже тоже ломаться начала. Ну, понимаете, да, про что говорю? Я вот в голове вот прожил эти жизни, прожил дом, прожил машину, прожил, 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 в общем, все, и поэтому вот я говорю, то, что, зачем нам вот мечтать, и вот любить, и настраиваться вот на эти вещи, которые действительно можно вот, у нас есть мозг, у нас есть разум, у нас есть вот действительно то, что Бог нам дал, логическое мышление, уже осознание для того, чтобы, ну, не вестись только вот на это, и я благодарен Богу, что он мне вот дал, потому что у меня была эта борьба, да не хочу я покупать эту машину, а мне вот, мне надо купить деньги, если мне чешется, мне надо купить эту машину, ну, я думаю, ну, зачем мне это, это бесполезно, покупать эту машину, потому что она через какое-то время в ничто превратится, это мои деньги, это мои силы, ну, а что тогда делать, а для чего тогда, а что построить? Ну, поэтому я вот про себя вам хочу свидетельствовать, что, как однажды Иисус намерен сказал своему народу, да, я и дом мой, вы как вы хотите, а я и дом мой будет служить Господу. Я бы не то, что это говорю, я хочу это сказать, я начал об этом мечтать, понимаете, я хочу вам это просто передать, что хотя бы начать мечтать об этом, чтобы когда-то, однажды, я мог это четко сказать, что я, как бы, хочу служить Богу, что я действительно хочу узнать какая самая лучшая воля, Боже, какая моя жизнь, вот эта вот максимальная, понимаете, чтобы вот, чтобы я пришел вот в то, что самое лучшее поверет меня Бога, направит меня как-то, да, и поэтому там, там нет вариантов, что, как бы, ну, я бы очень хотел, хотел хотеть, понимаете, потому что, хотеть, это уже ответственность, Сказать, что я служу Богу, это уже ответственность, потому что да, мне нужно это на деле показать, мне нужно действительно терпеть, мне нужно действительно там много каких-то моментов проходить, да? Вы помните, какая жизнь у Павла была? Он прочитал. Меня столько-то раз палками, я столько-то раз тонул, столько-то раз камнями, я много раз в лишениях, в голоде, в посте, в молитвах, в заботах о других и так далее, понимаете? Но в других местах он так говорит, что даже жалоб хоть было удано, потому что благодати моей достаточно с тебя, то есть, ну, все это смог сделать Павел, да, пройти через это Павел, поэтому, ну, еще раз хочу как бы вот в концовке вот подытожить, что действительно нам нужно, вот, это самое лучшее. Сначала услышать и быть в состоянии исполнено. Слово Божие, оно все именно это и делает, чтобы мы, пребывая в нем, мы для этого и молиться должны, мы для этого и вот проходить какие-то моменты должны, находить, общаться там и так далее, чтобы вот обновиться этим умом, чтобы вот познать, да, как вот здесь написано, то, что не сообразуйтесь веком себе, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Что есть самое лучшее для вас, другими словами? Обновитесь умом, да, чтобы вы могли познать, в чем есть самое лучшее для вас, самое лучшее, самое благое, самое угодное и самое совершенное. Аминь. Наверное, не буду больше говорить, тут были еще какие-то примеры, может быть, мы потом когда-нибудь посмотрим про это, но хотел бы просто оставить эту мысль, ребят, просто вот, ну, вы здесь сейчас, да, я говорю, да, это ответ на тот вопрос, который многие из нас задаваются. Просто, просто, зачем, какой смысл, что будет дальше, а я вот это хочу, а мне бы вот это вот сделать, а мне бы еще вот эти заботы, я вот, ну, там, Мишке часто вот этот стих нашел и говорю, ну, хватит уже заботиться. Я понимаю, что он не может не заботиться, я не могу не заботиться, но познавать, в чем воле Божьей, у нас есть все это время, да, у нас есть все равно какая-то атмосфера, да, у нас есть, 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 у нас есть труд с вами. Кстати, я хотел тоже про это вот именно вам сказать, что на самом деле вот в труде, в физическом труде, есть очень большое благословение, очень большое, потому что, ну, духовный, настоящий человек, он не может быть, ну, это плохо для него быть в глазах. В плохой физической форме, просто, в плохом, вот, физическом состоянии, да, все время увиливать. Я просто вижу сейчас тенденцию сегодняшнего времени, что многие люди видят в служении Богу некий уход от физической работы, да, потому что, да, знаете, сейчас это как, есть такая модель, что если пастор без пуза, то, ну, у пастора обязательно должно быть пузо, потому что, ну, это же пастор, ну, Павел нам показал, был апостол, он открывал церковь, ну, он работал, сшил палатки для того, чтобы, ну, вот, сшил, я не знаю, да, и так далее. И я действительно вот это понимаю, потому что, на самом деле, духовная работа, она намного серьезнее, чем физическая работа. А некоторые думают, что духовная работа, это вот говорить, это вот быть на конференциях, выступать и так далее. Когда до этого дорастет кто-то, он поймет, насколько это тяжело и насколько это трудно. Постоянно ездить, заботиться о ком-то, решать вопросы, отсюда позвонили, тут ночью позвонили, надо за этим помолиться, этот умер. Тут кто-то звонит в истерике, там, и еще что-то. То есть духовная работа, она, на самом деле, намного серьезнее и тяжелее. Поэтому, если честно, мы, вот, в физическом труде можно часто отдыхать, именно от этих, вот, проблем духовных, там, и так далее. И готовиться к настоящим духовным битвам. Именно, вот, быть в форме, потому что быть, вот, в себе, быть в пределе, как бы, я бы очень этого хотел. Потому что, вот, я вам просто, как руководитель, тоже могу сказать, что такое работа начальника. Что иногда хочется, просто, вот, пойти, просто, вот, копать, ложить, там, я не знаю, таскать, там, иногда, часто, почти все время, в последнее время. Потому что, когда все постоянно звонят, это проблема, тут проблема, бывает, вот такая проблема. Прям, тут нужно забрать денег, тут нужно отдать денег, и так далее. И это никогда не кончается, просто, понимаете, вот, никогда, практически. А все смотрят иногда, что начальник ездит, он в чистой одежде, там, и так далее. На самом деле, это не совсем так. Ну, я, как бы, вот, прохожу через это, мечтаю сам вернуться. Я, все, что я даже вот это вот делаю сейчас, и центр, то, что мы открываем, это вот, я действительно мечтаю вернуться. Каким-нибудь, какому-нибудь ручному труду, спокойному. Просто, вот, ну, чтобы, просто, вот, дело было, крутилось, чтобы были люди, которые, вот, решают, делают, занимаются, решают проблемы, поставленные, руководят, там, и так далее. А я бы лучше, вот, пошел досочки или, там, я не знаю, реплинику ложить, ну, или делать какие-то вещи. Я готов работать с руками. Вот, поэтому, не надо строить себе вот картинки, иллюзии, да, что надо вот начальником стать, надо вот бабла побольше заработать. Это одна из вот этих вот, тоже, относится к этому вот лабиринту, в котором это были, вот эти вот повороты, тебе кажется, туда надо, туда надо, туда надо. Узнай, туда. У Бога узнай. В этом и заключается вера, верить, спрашивая, верить, что он ответит. Знаете, что самое интересное? Что я неделю назад, ну, не знаю, что, у Бога до этого сна спросил. Иисус, я не знаю, что такое врата рода. Просто, просто спросил. Я не верил, что он мне скажет, я не верил, что мне, что мне что-то откроется. Я его спросил так, я думаю, почему ты имел в виду вот врата? Почему вот ты вот объясняю, то, что ты хотел объяснить, сказать, врата, знаешь, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Почему вот именно сказал про врата? Почему ты не сказал, что ад не одолеет? Понимаете? Или не понимаете? Я вот сейчас даже думаю, почему врата. Потому что туда даже вот дальше уже никто не знает почти, что там. Там просто такая задница просто, что, ну, как бы вот, чуть-чуть прикоснувшись к этому, уже меняешься. Понимаете? Уже безвозвратный. Поэтому вот только вот ворота. Понимаете, нет? Ну, это так. Так, вот мое ощущение, ну, как бы, вот иногда у меня бывают такие вещи, что я Бога спрашиваю и получаю какие-то ответы. Опять же, я же просто верил, правильно? Я вам хочу сказать, что я не учу какой-то доктрине, да? Вы сами рассудите, похоже это на ад или не похоже. Для меня очень похоже. Я раньше не понимал, что это может значить, как это, там, туда-сюда. Но теперь, после этого я очень не хочу туда. Понимаете? Я очень не хочу вот этого вот бессмысленного, безнадежного существования непонятно без времени. Потому что даже с болью физическое нельзя сравнить. Потому что боль физическая это вот болит, но когда ты умрешь, закончит болеть. Понимаете? Это вот оно когда-то закончится. То есть даже когда есть сильная физическая боль невыносимая, у тебя все равно есть надежда, что она закончится. И в этом уже что-то есть. Там нет в этом надежды, что это когда-то закончится. Понимаете? Ну все, ладно, я думаю, все поняли. Поэтому, все, давайте мы, наверное, на этом закончим. И замешиваем этот вопрос. Продолжение следует...